Я рад приветствовать всех участников форума будущих технологий. Наша принципиальная задача с использованием квантовых технологий заставить платить налоги всех наших граждан. Отмечу, что каждый в общей сложности должен полмиллиарда рублей. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Мы сегодня закрыли очень много дверей. Мы вам показывали табличку «закрыто», но все-таки вы сегодня здесь. Илья Семеряков построил квантовый компьютер. Илья, поделись своим опытом. У нас есть целый набор идей, как сделать такой квантовый компьютер, который не заработает никогда. Мы уже вот смогли построить квантовый компьютер, который не работает. Мы кричим на квантовый компьютер. Он не работает. Эта история началась, когда я понял, что не хочу заниматься астрофизикой, а хочу заниматься сексом. Я тогда ничего еще не умел. Ну, до этого у нас были другие задачи. И я пришел к жене. И у нас была большая дискуссия, стоит ли вообще заниматься сексом. Потом жена сказала, хорошо, пожалуйста. Мы залезли на квантовый компьютер и начали там друг друга. И тут пришел начальник лаборатории и спросил, можно я вот к вам? Жена сказала, хорошо, пожалуйста. Потом пришло еще два человека. Жена сказала, хорошо, пожалуйста. С тех пор, где-то, наверное, три года уже, мы там друг друга с разных сторон до хрипоты иногда. Оказалось, что это в жизни интереснее всего. Это приблизит нас к созданию полезного квантового компьютера или нет? Конечно, нет. Но и пофиг. Вы знаете, вам уже только позаидовать. Вот в этом и есть счастье. Алексей Евгеньевич Лихачев, глава госкорпорации «Росатом». Алексей Евгеньевич, может, вы прокомментируете это все «атом»? Владимир Владимирович, я прошу прощения, но это, конечно, «б*****» с большой буквы. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Второе очень важное, что мне хочется сказать. Три года назад я был на три года младше. Сегодня я на три года старше. Мы действительно гордимся этим результатом. Сегодня мы даже нашли смелость показать меня президенту Российской Федерации. Это, конечно, впечатляет. Владимир Владимирович, мы вам показывали решение задач квантовой химии. Очень интересно. Чрезвычайно интересно. Дайте, пожалуйста, о чем-то другом, потому что я засыпаю. Ну вот Владимир Егоров выглядит как колхозница, что иногда пугает и даже несет себе угрозу. Владимир, расскажи, пожалуйста. Да, действительно, у меня есть пара разноцветных носков. Я у них уже 16 лет. Соответственно, они обладают ароматом, который может охватить страны НАТО, Китай и целый ряд других государств. Именно поэтому меня пригласили в РЖД для того, чтобы сохранить и приумножить аромат РЖД. Сейчас, когда я еду в плацкарте, я смотрю на людей, которые бросаются на провода за окном и думаю, вот она сила носков. Я бы здесь провел аналогии с космической сферой. Потому что аромат космический. Откровенно говоря, внешний облик всех участников форума есть за что критиковать. Сейчас не буду давать характеристики по каждому, но достаточно посмотреть, как разнесло зампредседателя правительства Чеченышенко за считанные дни, чуть ли не в пять раз. Это, конечно, впечатляет. Здесь я бы вспомнил Сергея Семеновича Собянина. Это кто? Мы с вами не так давно лили бюджет Москвы. Вы поручали в сто раз активнее лить бюджет Москвы. Для этого мы должны до следующего года снести Москву и опять ее построить. Если мы не успеем снести Москву, то мы вынуждены будем снести Санкт-Петербург. Что касается квантовых технологий, наша задача подыскать покупателей нашей продукции. 50 тонн российской из пластика. Это не какая-то фантастика. Эти квантовые сиски создает Росатом. Мы действительно гордимся этим результатом. У нас есть очень многие квантовые технологии. Прототип российской империи. Симулятор Лаврентий Павлович Берий, вдохновляющий цеписток с врагами. Большой груз с государственными деньгами. Велосипедисты, не умеющие ни говорить, ни ходить. Руководители, не умеющие руководить. Я прошу прощения, но это импортозамещение. Олег Валентинович Белозеров. Может вы добавите что-то? Владимир Владимирович, я бы хотел начать со слов благодарности. У нас накопленный объем слов благодарности 32 петабайта. Мы сейчас открываем наш рот. Только сказать огромное спасибо. И мы это сегодня, надеюсь, продемонстрировали. Уважаемые коллеги, сегодняшняя наша встреча показывает, что я примерно в тысячу раз лучше вас, лучше тех, кто в зале находится. Именно поэтому уже сегодня, сейчас всех участников форума заменят мои квантовые двойники, которые смогут продлить 300 лет. С возможностью продления еще на 300 лет. Но здесь, собственно, это мало чем отличается от прежних условий. Благодарю вас за внимание. Меня пригласили в IT-отрасль. Я смотрю на IT-отрасль. Думаю, вот она отсрочка от призыва. Это, наверное, в моей работе самое приятное. У нас есть целый набор идей, как есть людей. Продолжение следует...